Люди из Зверева. 7 февраля 2019 года, 18.40. 17-летняя Алина Шевченко, которая с 2006 года проживала в интернате города Зверева, была госпитализирована 29 января в инфекционное отделение местной больницы. Через два дня она умерла. Причина смерти – заболевание центральной нервной системы, констатируют врачи. В этом материале только интервью и документы, которые увидела наш корреспондент, побывав в Ростовской области. За два часа езды к северу от абсолютно бесснежного Ростова-на-Дону как будто меняешь пару климатических поясов. Городок Зверева весь покрыт ледяной коркой. Местные шутят, как в Лапландии. В городке 20 тысяч жителей. Градообразующее предприятие – угольная шахта. Еще в Звереве есть детский дом-интернат для умственно отсталых детей, куда со всей области привозят самых тяжелобольных. Алина Шевченко поступила сюда, согласно документам, в 2006 году. Тогда ей было пять лет. На входе нас встречает директор интерната Татьяна Алентьева. Здесь она работает 11 лет. Заполняем журнал посетителей. Пишу свою фамилию в таблице и вижу запись в строке выше – Шевченко А. Анастасия приезжала 1 февраля забрать документы и личные вещи дочери. Татьяна Александровна, из-за чего Алина попала в больницу 29 января. 29 января состояние ребенка ухудшилось, появилась одышка. Была оказана первая помощь, но состояние не было критическим. Мы посетили нашу муниципальную больницу, в которую она и была госпитализирована. Могла одышка появиться как осложнение после простуды. До 29 числа наблюдались недомогания. В течение последних нескольких месяцев состояние ребенка было удовлетворительным. В воскресенье, 25 января, к вам приезжала подруга Анастасия. Она привезла какое-то лекарство, которое интернат просил для девочки. 25 января мама звонила в учреждение, интересовалась здоровьем ребенка, спрашивала, нуждается ли девочка в каких-то специфических препаратах. Но никаких предвестников заболевания не было, никаких специфических и дорогих препаратов не требовалось. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по гриппу все воспитанники учреждения получали противовирусные препараты, и Алина в том числе. Могли ли родители беспрепятственно забрать ребенка? Никаких препон не было, это исключительное право родителей. У нас неоднократно родители забирали детей в семью в силу каких-либо обстоятельств. Если бы мама имела такое желание, конечно, ребенок был бы возвращен. И ни в коем случае учреждение не могло повлиять на данную ситуацию. Мама обращалась к вам с просьбой забрать девочку. Может быть, на выходные или отпуск? За этот период мама Алина ко мне не обращалась по этому вопросу. Мама встречалась с девочкой на территории интерната, и в семью ребенка не забирали. Возможно, Алине необходим был какой-то специальный уход? Поддержка жизнью лекарствами или медицинскими аппаратами, которые сложно держать дома. Мы не относимся к специализированным учреждениям, которые оказывают палеотивную помощь. Наши воспитанники признаны палеотивными, но специального оборудования нет. Основная задача – уход за ребенком. Алину мы кормили с ложечки, пила она из бутылочки. Сказать, что мы предоставляем что-то такое, чего нет дома. Так сказать нельзя. Как часто мама приезжала в интернат? Мама навещала ребенка, периодически звонила. Два-три раза в год она приезжала к Алине. Есть также информация, что Алина часто страдала бронхолегочными заболеваниями. По этой причине ее часто госпитализировали. Когда она была в больнице в последний раз. Изначально состояние здоровья Алины по основному заболеванию было тяжелым. Но госпитализировали Алину не чаще одного раза в год. Интернат расположен в здании бывшего детского сада. В палатах – по 4-5 ребят. У Алины была только одна соседка – девочка Надя. Ей 4 года, ее привезли в интернат недавно из детского дома. Открываем дверь в палату. На пустой кровати у стены лежит синий тряпичный осьминог, любимая игрушка Алины. Над кроватью – карусели с пластмассовых рыбок. Надя лежит на боку в кресле, не замечая нашего прихода. Татьяна Александровна, какие у вас были отношения с мамой Алины? Семья была довольна вашей работой. Каких-либо претензий или конфликтных ситуаций с ребенком не было. Мама всегда была благодарна персоналу, который круглосуточно и ежечасно находился с девочкой. В распоряжении А.Т. оказалось письмо, которое Анастасия Шевченко написала коллективу больницы города Зверева. После смерти ребенка она лично отдала этот документ главному врачу клиники Розе Мартыненко. Никаких претензий к персоналу и руководству МБУС Центральная городская больница города Зверева, где по сегодняшний день находилась на лечении моя дочь Алина Александровна Шевченко, я не имею. Напротив, хочу выразить благодарность всему персоналу за профессионализм и внимание, говорится в письме. Адвокат Анастасия Шевченко Сергей Бадамшин подтвердил А.Т., что мать Алины действительно написала благодарственное письмо в адрес врачей, спасавших ее и дочь. При этом защитник уверяет, что Анастасия посещала девочку не 2-3 раза в год, а гораздо чаще. Да, она приехала и поблагодарила врачей. Дочка часто болела и попадала в больницу. Врачи действительно спасали, помогали и очень хорошо относились. Она с благодарностью относится к работе специалистов, которые ее дочери действительно помогали, заявил Сергей Бадамшин. Адвокат добавил, Настя с детьми и с мамой приезжали по 2 раза минимум в месяц, 3-4 раза за 2 месяца. Больница От интерната до больницы около 7 минут на машине. За это время проезжаешь весь город Зверево, за окном мелькает автовокзал, городская баня, администрация. Муниципальная больница, объект, который в Звереве на особым счету. Не хуже, чем в большом городе, говорит медсестра, открывающая нам дверь. Нас встречает главный врач Мартыненко Роза Николаевна. 31 января я была в Ростове, сдавала годовой отчет. Когда это случилось, я позвонила маме, Анастасии Шевченко, и попросила меня дождаться. Мне хотелось выяснить, есть ли у нее к нам какие-то претензии. Она любезно согласилась меня подождать, и, когда мы встретились, она сказала, что никаких претензий ни к сотрудникам, ни к учреждению не имеет. Наоборот, ей понравилось наше учреждение, несмотря на то, что это маленький город. И отношения всего медперсонала. По словам мамы, она поражена профессионализмом и хорошим отношением врачей. Все относились к ребенку с вниманием и стремились помочь. Ей, Анастасии Шевченко, А.Т. Никто не отказал в том, чтобы посетить дочку в реанимационном отделении. И она меня поблагодарила за возможность проститься с ребенком. Потому что ребенок накануне дважды уже умирал. Дважды останавливалось сердце. И наши врачи, как могли, боролись за каждый удар сердца. Анастасия сама захотела написать письмо коллективу больницы или ее кто-то попросил. Она предложила, хотите, я напишу вам благодарность. Меня это удивило. Тем не менее она сказала, что оставляет эту бумагу на случай, если у нас возникнут трудности или недопонимания. Также она оставила телефоны. А.Т. Связался с отцом Алиной Александром Шевченко. Скажите, Анастасия писала письмо врачам? Да, конечно, все правильно. Письмо было написано добровольно, никто не заставлял его писать. Нет, конечно, добровольно. А у вас есть претензии к врачам больницы? Нет, никаких. Спасибо им, они сделали все, что могли. А то, что в реанимацию не пустили. А кто вам сказал, что не пустили? Да, пускали. Доктор вам дает честную и правдивую информацию. Она написала сама, добровольно и собственноручно. Мы были в интернате и в больнице вместе. Претензий ни к кому нет. Врач-реаниматолог Юлия Владимировна Шилова-Панасюк несколько раз запускала остановившееся сердце Алины. Она утверждает, что девочка была жива, когда мама зашла в палату. Юлия Владимировна, когда мама Алины приехала в отделение. Она приехала 30 января в районе 23 часа. Девочка умерла 31 января в 11.30. Мы ей разрешили находиться в инфекционном отделении, где она ночевала. Мы ей предложили поесть. И уже утром проводили к девочке. Но почему вы не предложили Анастасии пройти к дочери в тот же вечер, как она приехала в Зверево? Она просила сразу провести ее в реанимацию. На этот момент вопросов у мамы не было. Она была в шоковом состоянии. Она сама не спрашивала, можно ли подойти к ребенку. А утром она уже спросила, и мы ее провели где-то в 9 часов утра. Сколько времени она провела в этой палате? Минут 40. А что произошло после? Был уже четвертый эпизод остановки сердечной деятельности. Увы, мы уже не смогли завести сердце. Что в итоге стало причиной смерти ребенка. Основная причина смерти, это заболевание ее центральной нервной системы.